Действительно, мне кажется, что иллюстрацией такого подхода была официальная нота, которая была нам направлена и опубликована с перечнем оружия, которое Украине, Израиль обязан поставить. Это было в какой-то момент, когда, по-моему, Иран стал поставлять дроны России, было сказано, ну вот все, теперь Иран поставляет дроны России, Израиль нам должен. Значит, это выражено, да. Да, и вот этот список нам в качестве, ну, это какое-то новое слово в дипломате, я такое еще не видел, чтобы список оружия, которое требуется поставить, был направлен в официальной ноте на МИД Израиля. И сверху резолюция «вынь да положь». Ну, что-то в таком роде. Я понимаю прекрасно нужды Украины, я понимаю, в какой тяжелой ситуации она находится, я понимаю, какая трагедия сегодня происходит в Украине, в Израиле, это понимают абсолютно все. Лучше, чем в любой другой стране. Лучше, чем в любая другая страна. Это понимает население Израиля, которое поддерживает Украину в подавляющем большинстве. Но попытка воздействовать на Израиль при помощи ультиматумов, при помощи жесткого такого давления обречена заранее на провал. Вы правильно сказали, что, наверное, за полтора года войны можно было это понять. К сожалению, я не вижу такого понимания Украины. Украины.